Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Татьяна Сельдемирова, ведущая мастер салона красоты. Салют, Татьяна, здравствуйте! Ну и поговорим мы сегодня о красоте наших волос. Скажите, пожалуйста, вот в этом сезоне весной что актуально? Ну, если рассматривать укладки, да, актуально легкость, простота и сейчас как бы остается в моде ретро в первую очередь, да, и в укладках сейчас до сих пор как бы актуальное плетение, плетение только такого свободного как бы варианта, да, ну, можно сказать, как бы такой эффект, что мы с вами заплели косичку быстро, за одну минуту, сделали это самостоятельно, да, не как бы прикладывая каких-то определенных усилий. В моде сейчас более такие легкие, живые, подвижные волосы, не требующие особо таких длительных укладок. То есть максимальная простота в укладке, максимальная легкость, легкие плетения, ну и, конечно, натуральные оттенки в волосах. То есть вот встав с кровати, не причесавшись и куда-то пойти, можно оправдаться, да? Причесаться нужно, безусловно, да, но как бы сделать это все такое более легкое, более живое, ну, как все женщины, в принципе, мечта, наверное, любой женщины, на самом деле проснуться, сделать как можно меньше со своими волосами, но при этом получить какой-то такой максимальный яркий эффект, да, поэтому легкость, опять же повторюсь, в укладке и, ну, максимально все-таки максимально упрощенные варианты. То есть заплели, где-то выпущенные пряди, легкий эффект, легкий эффект растрепанности, да, чтобы не было на самом деле эффекта, что мы не причесывали с вами несколько дней. А вот сейчас весной свадьбы, выпускные, здесь как бы немножечко другой контекст, да, причесок? Все равно, как бы, то, что касаемо выпускных, те же самые плетения, да, прически с какими-то элементами, там, плетения живых цветов, то есть если мы хотим более вечерний вариант, ни к чему там делать нам какие-то вавилоны на голове, да, это тоже могут быть легкие, совершенно легкие укладки, совершенно легкие локоны, прически, но изюминкой в них, конечно, могут вот послужить живые цветы. Живые цветы, как бы, в этом сезоне, они очень актуальны, поэтому добиваемся эффекта за счет каких-то дополнительных аксессуаров. У нас вот долгое время было очень популярно наращивание волос. Сейчас это как-то отходит или, мне кажется? Сейчас это немного отходит на задний план, но любители, как бы, наращенных волос, любители каких-то дополнительных прядей, да, в своих волосах, они, безусловно, остаются. Без этого мы никуда не денемся, но сейчас, опять же, повторюсь, в моде натуральность, поэтому сейчас люди все-таки отошли от наращивания и пришли все-таки к лечению волос, к восстановлению структуры волос и, как бы, к такому здоровому внешнему виду. Вот сейчас этому уделяется, конечно, огромное внимание. А вот вообще реально отрастить волосы? Реально отрастить волосы, но, как бы, повторюсь, наверное, как многие мастера, да, что необходимо все-таки поддерживать их внешний вид не только за счет каких-то определенных процедур, да, которые подбираются индивидуально, но и подравнивание кончиков. Это обязательно. Потому что, как бы, если мы хотим с вами отрастить, все-таки рекомендации по поводу стрижки один раз в 2-3 месяца, они, эти рекомендации остаются. Вот горячие ножницы помогают? Ну, у меня, знаете, свое мнение на этот счет, потому что, как бы, горячие ножницы нам преподносят информацию по поводу ножниц каким образом? Что они запаивают секущийся кончик, да? Но если, как бы, разобраться с проблемой изнутри, да, то мы с вами, рассмотрев волос, скажем так, в разрезе, да, увидев, что он состоит, как у нас срезанный ствол дерева из колец, да, верхние слои, вот эти чешуйки, кутикулы, они имеют свойство, вот, во-первых, они должны быть увлажненными, да, чтобы не было вот этой сухости, ломкости на концах. И, как бы, за счет того, что мы пагубно иногда воздействуем на свои волосы, да, не давая отчет себе… Я бы сказала, всегда. Да, не давая себе отчет в том, что, например, при сушке волос необходима защита, термозащита, да, утюжки, плойки, различные виды укладок, которые… ну, которые… с которыми используется, как бы, горячий воздух, да, они требуют, безусловно, термозащиты, безусловно, увлажнения. И вот за счет того, что, как бы, не всегда мы это делаем, да, у нас в волосах появляются продольные трещины внутри волоса. Конечно, чтобы устранить эту проблему, да, нам необходимо сделать лечение волосам, да, чтобы трещинка изнутри склеивалась, да, чтобы не происходили новые, как бы, ну, казусы с нашими волосами. И за счет того, что мы с вами, в принципе, обстрежем волосы горячими ножницами, да, мы понимаем, что если мы отрежем кончик, саму проблему мы не решим, потому что секущийся волос за счет вот этой трещинки, он может вылезти не только на концах, ну, там, например, на каком-то определенном расстоянии от кончика. Поэтому это, конечно, я никому не навязываю свое мнение, это моя личная точка зрения. Все-таки тут надо немножко поглубже смотреть в эту проблему, ну, и выводы, как бы, каждый все-таки должен делать для себя самостоятельно. Вот многие считают, я вот, например, считаю, что, ну, проще отрезать, чем лечить. Вы знаете, смотря какая проблема все-таки, да, если эта проблема связана просто с сухостью концов, с их ломкостью, да, то тут необходимо произвести ряд каких-то, ну, процедур, да, опять же, в зависимости от того, что у нас, какая у нас с вами проблема. Если у нас с вами просто ломкость, связанная, ну, к примеру, с сезонностью, да, сухость, ну, у нас такое бывает весной, осенью волосы как-то немножко так, ну, хочется что-то с ними сделать, да, не обязательно отрезать эту длину. Ну, для этого необходимо произвести лечение. Ну, к примеру, да, если у нас с вами очень сухой волос, да, если он вот уже склонен обламываться, да, он там склонен к сеченым, к появлению сеченных концов, да, то мы с вами можем сделать, например, глубокое восстановление, оно у нас называется, например, глубокое кератиновое восстановление волос. Что это такое? Это, как бы, ну, скажем так, процедура, ну, маска, в виде маски для волос, да, она делается только в салоне. А почему? Объясняю. Потому что, значит, во-первых, состав у нее, вот эти препараты лечебные, они не содержат ни сульфатов, ни парабенов, да, чего сейчас очень все боятся, у нас сейчас все стали очень начитанные, грамотные. Вот, в составе этого нет. В составе идет основный компонент, это фитоактивы, да, фитоактивы – это растительные компоненты, которые присутствуют в растениях и несут в себе такой защитный барьер, защиту для, например, цветочек, когда у нас с вами распускается летом, да, он постоянно смотрит на солнышко. И за счет того, что в нем содержатся фитоактивы, в каждом, как бы, цветочке свой, в каждом растении свой, вот эти фитоактивы, они не дают разрушаться пигменту в цветке, да, они поддерживают такую жизнедеятельность. Так вот, вот эти фитоактивы сейчас применяются в лечебных, ну, они входят в состав, да, они входят в состав вот данного вида лечения. Значит, помимо того, что там содержатся фитоактивы, нам с вами еще необходимо увлажнение, и нам с вами необходимо утолщение вот этого волоса, да. Утолщение происходит у нас за счет гидролизованного кератина и кокортиноидов, да. И так как мы с вами волос утолщаем, это все, как бы, состав белковый, в салоне мы это вам делаем так, как это нужно, да. Если это необходима процедура индивидуально все там один раз в месяц, то мы делаем ее один раз в месяц. Если нам это нужно сделать один раз в полтора-два месяца, значит, это один раз в полтора-два месяца. Но так как мы никогда для себя ничего не жалеем, если это приобретатель домашнего применения, мы с вами можем настолько утяжелить волос, что он будет обламываться просто от своей толщины и от тяжести. И как бы пользы уже той, которая должна быть, ее не будет. Мы его просто перегрузим в волос. Поэтому это вот именно салонная процедура. Но, например, если вам нет необходимости именно в этой процедуре, если нужно просто оживить, глубоко увлажнить волос, если он в принципе нормальный, но только не хватает ему такой подпиточки, чтобы он блестел у вас, тогда мы делаем другие совершенно процедуры. Они тоже делаются салонные процедуры. Мы с вами можем использовать, например, у нас есть такая линеечка ойл. Она вся основана на маслах, на аромамаслах. Основной компонент – это масло аната. Оно как бы очень известно своим составом. Там в составе масла аната идет каротина в 100 раз выше, чем в моркови. А он обладает таким восстанавливающим свойством. Поэтому тут нужно подбирать все индивидуально. Ну а для домашнего применения, для поддержания, скажем так, красоты и того эффекта, который мы достигаем лечебного, вы уже используете совершенно другие средства. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна, есть ли смысл покупать салонную косметику для хода за волосами? Потому что многие считают, что шампунь за 100 рублей, он в принципе абсолютно нормальный. Ну, смотрите, значит, в шампунях, например, Davinos, который используем мы, да, это итальянский бренд, в составах идут только натуральные эфирные масла. Там абсолютно отсутствуют отдушки. Все как бы основано вот именно на фитоактивах и натуральных маслах. Поэтому, как бы, я думаю, что каждый вправе выбирать то, что ему более интересно, да, если мы хотим использовать что-то натуральное, так как мы теперь стали бояться химии в составе, да, бережем, стали беречь свои волосы и ухаживать за ними. Поэтому я думаю, что каждый сделает для себя какой-то свой личный выбор. Ну что ж, Татьяна, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Татьяна Сельдемирова, ведущий мастер салона красоты «Салю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова